Можно начинать? Можно. Добрый день. В первой же я хочу приветствовать руководство организации, постей, участников съездов. И хочу немного рассказать о работе литературно-объединениями «Сосёры города Дубайцево», которая, по сути, тоже является первичной организацией Международного союза писателей и конгресса литераторов Украины. В этом году мы тоже отметили свое 15-летие, небольшой юбилей, чем мы занимаемся. Ежегодно мы выпускаем литературный «Альманах восхождения», куда входят наши авторы. Уже на протяжении ряда лет мы запустили серию таких проектов, как все украинские, изначально, потом международные сборники современной поэзии и малой прозы. Уже несколько лет мы выпускаем такую серию «Творчество Украины». Уже сейчас готовится пятый том этой серии. Она называется «Творчество Украины плюс», потому что здесь не только авторы, живущие на Украине, но и наши зарубежные друзья, пишущие на русском, на украинском языках. За это время в наших проектах приняло участие более 500 авторов из разных регионов Украины, из разных стран. Мы проводим... В этом году мы отмечаем 115 лет Владимиру Николаевичу Сосюжу, который родился в городе Дубайцево. И мы ставили изначально свою цель, чтобы Дубайцево появился, наконец, памятник этому великому поэту, который входит в число лучших поэтов 20 века по наценке ЮНЕСКО. И эти 15-летние прошли за нас даром. Все-таки памятник этот будет Дубайцево. В Киеве нету памятника Сосюжу, Дубайцево памятник будет. В прошлом году прошел конкурс эскизов, и сейчас запорожский скульптор готовит памятник. Уже в этом году он не успевает, но на следующий год памятник будет открыт. И на протяжении ряда лет мы проводим открытый конкурс «Средний звон», «Серебряный звон», который посвящен именно памятник Владимира Николаевича Сосюры. И в этом году, 17-18 мая, будет проходить этот открытый конкурс. Там не только поэты, там штицы-дипломаторы, там художники. Он проходит в разных возрастных номинациях. То есть это и дети, и юношиство, и взрослые авторы, и художники. Я хочу оставить тут в престиги у меня положение по конкурсу, чтобы руководители областных организаций взяли, вот тут есть и координаты, и адреса, и даже заявки. И можно зайти на сайт Депальцевска Мискарада, там раздел культуры, и есть ссылка. Но для областных организаций тут есть, можно будет потом взять, там все есть. Проводим мы, кроме, в этом году тоже приезжают там потомки Сосюры. В этом году очень хорошие будут там призы, готовят их авторские работы, того же скульптора, который делает памятник Сосюры. Вот. И мы летом, в середине лета, в середине июля, мы проводим уже несколько лет подряд, тоже всеукраинский песно-поэтический турнир «Рыцарь и слова», в котором нам оказывают поддержку наш союз. Наталья Мавроди и Александра Франченкова в течение всего времени проведения фестиваля ведут самую сложную мастерскую, это любовная пейзажная лилика, это самая тяжелая. Олег Мондарь, Ольга Бюда, Елена Морозова, Виктор Шендрик, присутствующий в этом зале, тоже мастерят у нас на этом фестивале. В прошлом году мы впервые провели заочный конкурс для жителей зарубежья, чтобы они тоже могли участвовать в этом фестивале. Вот. Ну, оценка работы самая высокая, книги в этом, в прошлом году вышла, у меня такая книжечка была, и два из стихов. У руководства нашей организации эти книги есть, я им подарю два диска с записками моих песен. Вот. А вам я хочу подарить, спасибо, если мне здесь. Там есть мои контакты. Спасибо.